Никогда не думала, что я могу стать фотографом. Никогда. Я до фотографии руководила сетью кинотеатров. Я работала в кино. У меня была такая серьезная должность. Я была вообще далека от этого. Я думала, что я после декрета вернусь на свою работу. Меня там ждали. Потом, занявшись фотографии. И уже имея вот это глубокое увлечение, я ушла с работы. И я очень рада, что я приняла такое решение. Оно мне очень тяжело удалось. Но я очень рада. Потому что это огромное счастье заниматься тем, что тебе приносит удовольствие. Я когда-то фотографировала на пленку, но никогда не думала, что я этим увлечена. Это был короткий период в школе, в последних классах. Фотография всплыла у меня, когда я была в декрете. Когда я сидела долго дома. И, конечно, уже как любые мамочки в декрете, просто сходила с ума от однообразия, от этого ежедневного. День сурка у меня был каждый день. Так удачно сложилось, что у меня сломалась моя мыльница. И я решилась купить камеру получше. Купила себе зеркальную камеру. Подруга мне подарила курс по фотоделу. Основы. Основу фотографий. Самый-самый простой. И я потихонечку начинала. Мне было интересно. У меня какой-то был спортивный интерес. Потому что я видела вот эти красивые фотографии в сети. И я всегда себе говорю, что если у кого-то получилось, значит, я тоже смогу. Как? А как это сделать? А как? А как? Наверное, нехватка времени. Потому что были маленькие дети несколько. Трое на тот момент у меня девчонок были малышами. И очень хотелось учиться. Но времени свободного было мало. Катастрофически. Знаете, так бывает. Ребенок заболел. Ты на неделю пропал. Через неделю уже ничего не помнишь, что изучал. То есть я вот очень долго шла. Я по крупицам, можно сказать, собирала эту информацию, этот опыт, эти знания. Вот. Но у меня было дикое желание. Вот когда у человека есть такое вот дикое желание, когда тебя больше ничего не интересует. Я не смотрела телевизор. Я ничем больше не занималась, кроме как фотографии. Я каждую свободную минуту тратила на изучение. У меня был какой-то, не знаю, вот просто как маньяк. Я просто очень легко нахожу общий язык с людьми, с детьми. Да, деток я снимаю часто. Мне очень легко с ними общаться. Наверное, вот психология мне пригодилась только в этом. Да. Я очень легко лажу с людьми. Я просто очень люблю деток. И я вообще по натуре мамашка. Просто я мамашка везде. Я мамашка дома. Я мамашка со своими учениками. Да. Как бы это смешно ни звучало, да. Но я мама. Поэтому детки меня не раздражают. А напротив. Я считаю, что ребенок должен попробовать все для того, чтобы обнаружить то самое дело, которое нравится больше всего. Поэтому мы пробуем всевозможные кружки. Если ребенок мне говорит, что мама, мне очень нравится, например, рисовать, а не нравится танцевать, то я буду прислушиваться к нему. Поэтому, конечно, я бы очень хотела, чтобы мои дети нашли себя раньше, чем я. Да. Меня стали приглашать в другие страны для того, чтобы я проводила обучение. Пандемия в этом плане, конечно, мне подпортила жизнь, потому что очень много отменилось мероприятий. Ребята ждут меня, группы набраны. Вот уже ждут, ну, больше года получается, да, год скоро, несмотря в какой стране. Так что надеемся, когда граница откроет, я поеду и обучу своих ребят. Вы знаете, конечно, безусловно, при личном общении, да, вот этот обмен энергиями, он важен. Но удаленное обучение, оно имеет свои плюсы. Когда ты можешь каждый момент обучения смаковать, да, когда ты погружаешься полностью в какую-то тему. Вот я провожу двухдневные мастер-классы. Это два полных дня работы, ну, погружение, скажем, такое, фотографию. Но все равно за эти два дня я не могу ребятам физически дать все то, что я знаю, все то, что бы я хотела им дать. Во-первых, потому что не хватает времени. Во-вторых, потому что ребята устают и уже, ну, через некоторое время плохо воспринимают новую информацию. А если мы говорим про онлайн-обучение, то там можно каждую тему прям разложить по полочкам, да, и у ребят есть возможность погрузиться, да, и у меня есть возможность рассказать все, что я знаю, поделиться всем без остатка. Ребята могут разделить это обучение на части, да, и смаковать каждую часть, да, изучать ее глубоко, да, не голопом по Европам, не быстро, а именно глубоко. И у меня есть возможность, да, рассказать обо всем, не следя за таймингом, да, именно глубоко. Поэтому я за онлайн-обучение. Сейчас даже онлайн можно обучать и съемки, когда ты работаешь с оператором, когда ты показываешь, да, и локацию, и как ты работаешь с моделью, как ты модели раскрепощаешь. И ребята, они вот, ну, такое ощущение возникает, что как будто бы на расстоянии вытянутой руки, они смотрят на тебя, они смотрят на тебя с разных ракурсов. Но еще такой момент возникает, что не все могут приехать на обучение, да, потому что, как правило, мастер-классы проводятся в больших городах, да. А если ребята живут в каких-то удаленных городах, и, к примеру, у них на руках детки, да, и они не могут приехать, оставить своих детей. Ну, очень таких много случаев, когда ребята пишут, говорят, что мы очень хотели бы посетить ваше обучение, но у нас нет возможности, у нас маленький, там, к примеру, ребеночек, и мы не можем приехать. Вот, онлайн-обучение, оно как раз-таки для таких ребят будет выходом. Поэтому я всеми руками и ногами за онлайн-обучение, но живые мастер-классы я тоже очень люблю, потому что, ну, это такой обмен энергией. Меня часто спрашивают, Лена, как ты выдерживаешь два дня, ты говоришь, а я после мастер-класса как будто заряженная, да, я еще могу два дня говорить о фотографии, вообще могу неделю не берестовая говорить о фотографии. Вот, я заряжаюсь, я заряжаюсь от своих учеников, потому что они хотят учиться, я вижу это желание. Я вспоминаю себя в начале пути, когда я очень хотела, впитывала, мне хотелось все знать. Вот, поэтому, поэтому живое, конечно, общение, оно имеет свои плюсы. Я знаю, что есть ребята, которые тоже обучают, да, и, ну, фотографы, обучающие фотографы. Я с ними прекрасно общаюсь и дружу. Просто я вспоминаю себя в период обучения моего активного. Вот все, кто мне был интересен фотографии, я всех послушала. Точно так же и другие ребята. Это не значит, что одного купил ты обучение, а другого не купишь. Поэтому, поэтому я не знаю, я эту конкуренцию не ощущаю. Вот то, как обстоят дела за границей, мне вообще сложно сказать, потому что я не знаю рынок за границей фотографически в плане конкуренции. Я знаю, что, ну, иностранцы, наверное, более закрытые в плане обучения. Ну, просто они мне даже говорили иногда, ребята иностранцы, о том, что, ну, вот мы вот у тебя обучились, но мы никому не скажем, что мы у тебя учились, чтобы мы только так красиво фотографии делали, фотографировали. Вот. У нас, наверное, этого нет. У нас фотографы дружат. Вообще конкуренция, я ее со одной стороны вот особо не ощущаю, да, но я знаю, что там ребята обучают или там фотографов, их много. Но я не вижу в этом ничего дурного и плохого. Конкуренция – это то, что нас двигает вперед, да, то, что нас заставляет встать с дивана и идти работать. Это хорошо. Много было таких комплиментов. Ребята мне порой говорят, Лена, даже жалко кому-то тебя рекомендовать. Вот. Ну, я знаю, что, ну, есть у меня такая способность без ложной скромности, что я могу до человека донести простыми словами сложную тему. Я могу систематизировать информацию. Часто ребята ко мне приходят с большим багажом знаний, но они хаотичны и нет системы, поэтому есть какой-то раз драйв. Мы наводим порядок в голове, все раскладываем по полочкам. Поэтому отзывов о обучении у меня очень много. Это меня, конечно, стимулирует, греет, вот, заставляет двигаться вперед. Так что, ну, ребята меня любят, а я их люблю. Самое главное, когда ученик выбирает себе преподавателя, он в первую очередь смотрит на его работы портфолийные, да, если стиль близок, если нравятся фотографии, да, именно вот в том стиле, которым делает преподаватель, то, ну, это вот первый плюс в сторону, да, этого педагога. Потом, ребята, в век Инстаграм, это очень здорово, когда ты видишь, как человек говорит, да, я провожу постоянные эфиры на своей страничке, я участвую в всевозможных марафонах фотографических, да, где я выступаю с какими-то полезными темами. И у ребят есть возможность увидеть, как я доношу информацию на ту или иную тему. Они уже понимают, нравится ли им мой стиль преподавания, да, подхожу ли я им, да, как педагог, может, я слишком медленно говорю, да, или слишком быстро. То есть у всех людей разные, разные восприятия, да, воспринимают ли они именно информацию от меня. Это второй, да, очень важный момент и очень удобно, что сейчас есть такая возможность познакомиться с человеком, да, перед тем, как идти к нему на обучение. Ну и вот третий – это отзывы, отзывы учеников, да, человек может зайти на страничку с отзывами. У меня такая страничка создана еще в древней ВКонтакте, но там есть возможность написать любому моему ученику, да, не просто прочитать отзыв, а написать и сказать, вот, ну, посоветуйте мне, пожалуйста, вот как вам обучение, да, вот что, что, что хорошо, что плохо. И человек может получить обратную связь. Вот, поэтому, ну, отзывы очень важны, да, вот. И, ну, я считаю, что очень важно вот то, о чем я уже говорила, донести до ребят, которые в начале пути информацию простыми словами, да, чтобы сложные вещи у них, ну, уложились в голове. Потому что в начале пути все кажется сложным, особенно девочкам, особенно блондинкам. Я вспоминаю себя, когда я начинала свой путь, очень сложно укладывались у меня все эти термины фотографические. Вот. Поэтому вот этот момент. Ребята видят, как я общаюсь, да, ребята видят, что я люблю своих учеников, что я отдаюсь им полностью без остатка. Даже на вот этих небольших прямых эфирах, которые я провожу, они видят, что я никогда не скрываю от них никакие фишечки. То есть я все рассказываю им, стараюсь разобрать тему от и до. И, ну, не скрывая никаких, да, никаких фишечек для себя. Вот. Это тоже, ну, ученика располагает к учителю, да, что он видит, что учитель с ним полностью искренен и заинтересован в результате. У меня много таких ребят, которые как хобби рассматривают фотографию, у которых свой основной вид деятельности, работа своя. А фотография для них просто вовлечение. Вот. Они приходят просто, ну, поднять свой уровень фотографии. На самом деле у меня там маркетинга немного в моих курсах, да, я не скажу, что я сильна в этом направлении, да. У меня именно съемка, обработка. Поэтому мой курс, он подойдет и для профессионалов, и для людей, для которых фото – это хобби. Даже если вы хотите заниматься не только детской семейной фотографией, но вам интересны другие направления, например, такие, как свадебная фотография, да, фэшн или пейзажная, все равно в моем курсе вы найдете для себя интересное и полезное, потому что это курс про фотографию, это курс про настройки камеры, это курс… в курсе будет разобрано и позирование, и полное погружение в художественную обработку. Поэтому я уверена, что мой курс будет полезен для любого фотографа. Я планирую, что на моем курсе я вот каждого ученика просто возьму за ручку и проведу до результата. Для меня очень важно именно конечная точка, именно то, чему научится мой ученик, что у него будет получаться. Вот весь мой курс нацелен на результат. Я очень хочу, чтобы у ребят получались фотографии, которые будут их радовать. Я приложу все усилия, чтобы достичь этого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...